В честь Дня защиты детей национальная телерадиокомпания «Чувашия» второй год подряд проводит шуточный чемпионат. Кто принял в нем участие, кто стал победителем и что нужно было для победы? Ответы на эти и другие вопросы в сюжете Евгении Егоровой. Лето 2015 года началось ярким и веселым мероприятием – чемпионатом по метанию портфелей, которое прошло под девизом «Ура! Каникулы!». Учебный год завершен, и впереди целых три месяца без школьных звонков, длинных уроков и строгих учителей. Можно закинуть портфель в дальний угол, хотя бы символически. Ну, я просто брал силы и кинул сумку очень далеко. Каждый вечер я тренировался кидать портфель на улице. Я тренировался здесь на заливе, я кидал портфель и допадал только до пятерки. Главное условие конкурса – летящие портфели, рюкзаки и сумки должны были быть пустыми. За этим внимательно следили члены жюри. Метание портфелей оказалось увлекательным занятием не только для ребят. Их родителям тоже захотелось на миг окунуться в детство. Мне сказала об этом дочь, она в этом конкурсе участвовала чуть ранее, среди вторых классов. У нее выиграть не удалось, но получилось мне. Соответственно, очень рады этому. Радости, веселья не прекращались ни на минуту. Родители открывали для себя новый жанр – пантомима. А маленькие жители нашего города активно выступали на сцене, исполняли песни и участвовали в зажигательных танцах. Эта идея пришла ребятам, мальчишкам и девчонкам из детской студии «Куча Малам». Национальная телерадиокомпания идею поддержала. И вот уже второй год, такой замечательный праздник, веселятся все. Повсюду метают, летают портфели, сумки, пакеты, рюкзаки, все что угодно. На самом деле это не важно, что кидать, главное, чтобы настроение было хорошее, чтобы справить день защиты детей на пять с плюсом. Победителями чемпионата стали те, кто сумел закинуть свой портфель дальше всех. За победу ребята и их родители получили медали и памятные призы. Теперь сезон летних каникул можно считать открытым. Евгения Егорова, Расиль Мухаммедов, Республика.